Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Ну и панику же все развели. Правительство США вот-вот закроется, и именно поэтому рынок ожидает большое падение. Да, криптоинвесторов волнует вопрос, что же будет с биткоином в это время? Произойдет ли значительный обвал или закрытие правительства, наоборот, приведет к росту рынка? Сегодня мы сделаем то, что мы так любим, расследуем прошлое и применим его к настоящему. Ведь сколько раз мы убеждались, что чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк по традиции. Давай наберем, как обычно, 2000 лайков. Это помогает мне находить мотивацию для работы, а каналу помогает оставаться на плаву. Большое спасибо за поддержку. Если Палата представителей и Сенат не смогут договориться между собой и принять законопроект о финансировании к раннему сроку 30 сентября, то есть уже сегодня, то это приведет к остановке работы правительства уже 1 октября, то есть завтра, впервые с декабря 2018 года. Что это означает? Федеральные служащие не получат зарплату. Это повлияет на путешествия. Домохозяйства могут не получать свои федеральные пособия, а обслуживание заемщиков, студенческих кредитов и так далее будет отложено до тех пор, пока правительство не примет законопроект о финансировании. Аналитики Goldman Sachs еще пару дней назад оценивали вероятность прекращения работы правительства в 90% и заявили, что такая остановка может продлиться до 2-3 недель. Так что же произойдет с биткоином, если федеральное правительство закроется? На самом деле биткоин довольно хорошо держится на фоне того, зачем он раньше послушно следовал, а именно за рынком акций, например, NASDAQ. Слухи о закрытии правительства появились в середине сентября и с тех пор NASDAQ потерял практически 100 пунктов с 15 сентября этого года. Это жесткое падение на 7%. А как же ведет себя биткоин? Он за это время немного вырос. Как мы видим, 15 числа цена закрытия была выше 26,5 тысяч долларов. По состоянию на 28 сентября биткоин торговался на уровне 27 300 долларов. Это рост где-то на 3%, в то время как рынок акций упал на 7%. С тех пор, как появились новости о возможном шатдауне правительства. Совсем неплохой знак для биткоина. Интересно, что еще держится лучше, чем акции и что люди прямо сейчас разгребают с полок? Конечно же золото. По состоянию на 15 сентября оно торговалось в районе 1923 долларов. Сейчас цена опустилась до 1848 долларов. Падение на 4%. Но не на 7%, как у NASDAQ. А значит золото держится гораздо лучше, чем акции. И тренд только раскручивается. Население Америки и Канады спешат заполучить золото. Компания Костко начала продавать золотые слитки весом в одну унцию в своих магазинах. И они раскупаются за считанные часы. Спрос настолько растет, что слитки торгуются с наценкой за 1985 долларов, а не 1848. Это означает, что в мире происходит что-то очень интересное. Люди начинают искать альтернативные активы. И в золоте они видят как раз такой. Просто подожди еще год или два. И ты увидишь, как Костко начнет продавать физические биткоины во время следующего бычьего рынка. Это вполне возможно. И прошлые шатдауны правительства говорят нам об этом. Давай вернемся в 2013 год, когда биткоин был фактически младенцем. С 1 по 17 октября 2013 правительство США закрылось. И если посмотреть на NASDAQ, то это практически не имело никаких серьезных последствий. На начальных этапах шатдауна рынок немного упал. Но после того, как появились слухи о том, что правительство договорилось про закон о финансировании, 17 октября рынки подросли на 1,5%. И весь оставшийся год они тоже росли. А что же насчет биткоина? 1 октября он стоил около 132 долларов. В день шатдауна он резко упал до 80. Но затем продолжал расти на протяжении всего периода шатдауна. И к 17 октября достиг отметки 151 доллара за монету. На графике это выглядит не так впечатляюще. Но в абсолютных числах он вырос почти на 18% за две с лишним недели. И это намного больше, чем у NASDAQ, который за аналогичный период тогда вырос на 1,5%. При этом биткоин продолжил расти весь оставшийся год. Точно так же, как и NASDAQ. Это означает, что биткоин снова опередил акции во времена, когда правительство прекратило свою работу. В начале 2018 года с 20 по 22 января три дня правительство пребывало в состоянии шатдауна. И вот тут все становится интересным. Биткоин как раз выходил из пузыря, когда он вырос до 20 тысяч долларов в 2017 году. Это был исторический пик, который был зафиксирован в декабре 2017. И можно было бы подумать, что на новостях про шатдаун биткоин сильно обвалится. Но на самом деле мы видим, что биткоин и NASDAQ, как ты видишь, вели себя одинаково. Они следовали друг за другом в течение трех дней прекращения работы правительства США. Никакого особенного влияния на цену. Вскоре после этого в феврале произошел обвал. Но к середине месяца и к концу марта и биткоин, и NASDAQ снова выросли. Оба актива показали абсолютно одинаковые позитивные результаты после шатдауна. И, наконец, самый крайний раз, когда правительство прекращало работу, случился в конце того же 2018 года. Это был самый длительный шатдаун правительства в истории США, который длился до начала 2019 года. 22 декабря правительство прекратило работу. Шатдаун длился 35 дней до 25 января 2019. Что же произошло за это время с индексом NASDAQ? Очень похоже на то, что происходит сегодня, в 2023 году. До того, как на рынке появились слухи о шатдауне правительства США, рынки обвалились. Но дно было достигнуто всего за пару дней до объявления о прекращении работы правительства. Во время шатдауна рынки действительно выросли. С самого дна, 24 декабря, NASDAQ торговался на уровне 5 899 пунктов. А уже к концу 25 января он вырос до 6 787 пунктов. Это впечатляющий рост на 15%. А затем рост продолжался до конца года. А что же делал биткоин? Это был единственный случай, когда биткоин уступил акциям после шатдауна. 22 декабря биткоин торговался на уровне 3800 долларов. К 25 числу он находился на уровне около 3500. Падение на 7,8%. Но если развернуть график на остаток 2019 года, то можно увидеть, как и фондовый рынок, так и биткоин выросли под конец 2019 года. Биткоин вырос с 3500 долларов в январе до 12500 долларов под конец июля. А это означает, что он значительно опередил фондовый рынок. Так что да, давайте уже закрывайте это правительство. Это будет большой услугой для всего рынка, который и так уже настрадался от этой бесконечной и утомительной медвежки. За последние 10 лет каждый шатдаун правительства, как мы с тобой только что разобрали, оказался большой возможностью для покупки активов. Но на этот раз шатдаун для биткоина может оказаться гораздо, гораздо масштабнее, чем когда-либо. Многие прогнозируют, что шатдаун может продлиться 3 недели. И что в этом особенного? Трехнедельный шатдаун продлится до 22 октября этого года. Угадай, что может получить удобрение... Ой, угадай с трех раз. Что именно может получить одобрение или нет в этот период? Конечно же, спотовый биткоин ETF. Если посмотреть на сроки, установленные для этой целой пачки заявок на ETF, то окажется, что срок принятия решения по заявке BlackRock, например, приходится на это время до 22 октября 2023 года. То же самое с Bitwise, VanEck, Wisdom3, Invesco, Bitwise и Valkyria. Но есть еще один крайний срок для принятия решения по спотовому биткоин ETF. Это Grayscale Bitcoin ETF, решение по которому должно быть принято 13 октября. Плюс куча других вопросов, таких как фьючерсные Ethereum ETF, Fidelity BTC ATP и другие. Только представь, что будет, если все это будет одобрено по умолчанию в середине октября, только потому, что правительство из-за шатдауна не успеет отложить эти решения. Если Bitcoin ETF получит одобрение, то, на мой взгляд, все, что связано с Ethereum, тоже автоматически получит. И если ты не знал, полторы недели назад Grayscale подал заявку на спотовый Ethereum ETF. А буквально вчера появились слухи о том, что и BlackRock готовится к созданию собственного спотового Ethereum ETF. Что ж, нас ожидают беспокойные времена. Некоторые предсказывают обвал, но я выступаю за рост. Конечно, если в ближайшие несколько дней SEC не выйдет и не отложит все эти ETF до 2024 года. В таком случае понятно, что и биткоин и Ethereum, скорее всего, могут просесть. Но, как показывает история, это будет лишь возможностью для покупки. И, в конце концов, ETF будет одобрен. Потому что даже Конгресс США достал этот Гэри Гэнслер своей непонятной и вредительной политикой, которая, по мнению конгрессменов, является угрозой для национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Добро пожаловать, председатель Гэнслер. Последний раз, когда вы были перед комитетом, я выразил обеспокоенность по поводу вашего безрассудного подхода к созданию правил, отсутствию программы формирования капитала, а также по поводу крестового похода против цифровых активов и невосприимчивость к Конгрессу. Так много вещей меняется, но так много вещей остается прежними. Это все те же самые вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня. И это означает, что за последние пять месяцев вы не сделали ничего, чтобы исправить положение, связанное с двухпартийной озабоченностью, которое комитет выразил. Это позор. Позвольте мне внести ясность, председатель Гэнслер. Наше терпение уже на исходе. Дай знать, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. Ну а меня зовут Богатейший Дим, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин